Развязанный узел Правдивая история о том, как Бог сам чудным образом развязывает крепкие узлы нашего прошлого. Вообще-то Таня была человеком миролюбивым. Врагов и неприятелей не было. Девушка легко находила со всеми общий язык, но вот одну свою пожилую соседку Таня недолюбливала. Ольга Митрофановна работала учителем в школе, человек старой закалки с твердым внутренним стержнем. Когда Таня видела ее, то ничего, кроме неприязни, не испытывала. Корни этой неприязни уходили далеко в детство. Было одно неприятное происшествие, за которое Тане словесно досталось от Ольги Митрофановны. Женщина в своем нравоучении была права. Но Таня запомнила то унижение и не могла спокойно воспринимать свою соседку. Нет, это не было ненавистью, но каким-то жгучим чувством детской обиды. Она с ней приветливо здоровалась, но не больше. И так продолжалось долгие годы. Все бы ничего. Многие люди в этом грешном мире живут сонозами ненависти и зла по отношению друг к другу. Но Таня совсем недавно стала христианкой. Она покаялась в очень сложное время своей болезни. Она перенесла тяжелую операцию. Появилось множество проблем со здоровьем. Но Таня радовалась, что с ней Господь. И это придавало ей сил превозмогать трудности и служить своему Спасителю. Бог трудился над характером Тани, над ее сердцем. Он видел, что оно не свободно от боли и обид. И так оставлять это Господь не хотел. В тот летний день девушке нужно было сдать анализы в больнице. Придя туда и ожидая, когда ее вызовут, она почувствовала себя плохо. В ушах зазвенело, в глазах стало темнеть. Она поняла, что сейчас потеряет сознание. На ватных ногах она поспешила к выходу на воздух. Выйдя на крыльцо больницы, она поняла, что сейчас упадет. Если бы это произошло, неизвестно, осталась бы Таня жива, так как ей пришлось бы падать на множество бетонных ступеней. Когда она поклонилась вперед, с ужасом понимая, что падает, увидела, что мужчина, поднимающийся вверх, поддержал ее и не дал упасть. Около нее заколготились люди. Все происходило, как в тумане. Кто-то вынес стул, кто-то побежал за нашатырем. А потом произошло то, чего Таня никак не ожидала. Ее, не держащуюся на плечах голову, кто-то по-матерински обнял и прижал к себе. Ничего не говоря, этот человек продолжал поддерживать голову Тани. Но кто этот добрый человек, который увидел, как ей сейчас тяжело? Когда Тане стало полегче, она приподняла голову, чтобы увидеть своего благодетеля. «Нет-нет, не может быть, нет!» На нее смотрели добрые, улыбающиеся глаза Ольги Митрофановны. Она что-то говорила, успокаивая Таню, а девушка не могла поверить своим глазам, сон ли это. Из тысяч жителей ее поселка именно она, женщина, которую Таня недолюбливала, сейчас стоит и ободряет ее. Но как это возможно? Потом они вместе шли домой, и Ольга Митрофановна всю дорогу разговаривала с Таней, как с лучшей подругой, рассказывая о своих болячках и проблемах. Какая она хорошая! А я... Девушке было стыдно за свое отношение к соседке, и одновременно радостно, что Бог таким чудесным образом развязал этот многолетний узел в ее сердце. Дорогой друг, если ты уже следуешь за Господом, но еще не развязал узлы прошлого, доверий Господу, Он сделает это лучше тебя. А если ты не знаешь Господа, но в твоей жизни много боли, уныния, обид, тем более обратись к Спасителю, который умер за тебя на Голгофе и воскрес на третий день по Писанию. Он изменит твою жизнь и наполнит ее настоящей радостью и подарит вечную жизнь в небесах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok